добрый день дорогие друзья очень часто люди задают вопросы о том какие продукты закисляют и какие продукты защелачивают вот об этом я как раз и хочу вам сегодня рассказать а зачем закисляющих и защелачивающих продуктах но сначала давайте сейчас я вам расскажу о продуктах которые закисляют какие продукты закисляют элементарно просто кислотообразующими то есть надо не только не путать смотрите есть продукты которые сами являются кислыми и есть продукты которые вызывают образование кислот в нашем теле это совершенно не одно и то же здесь не надо только путать да ну например а если сам лимон является сильно кислым продуктом но он является продуктом защелачивающим почему потому что в результате употребления лимона повышается щелочность наших внутренних средств поэтому если вы посмотрите в интернете есть прямо таблички продуктов закисляющих продуктов защелачивающих это в общем в целом я расскажу продукты закисляющие как правило это углеводистые продукты все углеводы в большей степени быстрые углеводы в меньшей степени медленные углеводы но они тоже медленные тоже закисляют в меньшей степени но тоже закисляют и все практически белковые продукты то есть белок при расщеплении тоже образует кислоты вот это все продукты можно отнести к закисляющим еще сюда же будут относиться некоторые фрукты вот потому что фрукты частично защелачивающие частично закисляющие и такие овощи как картофель и бобовые почему а потому что картофель и бобовые содержат в себе много крахмала а крахмал тоже защила закисляет вот это все будет закисляющие продукты да то есть углеводистые белковые бобовые картофель и некоторые фрукты вот это продукты закисляющие какие продукты защелачивают а продукты защелачивают те которые образуются с образованием разлагаются с образованием щелочей как правило это вся зелень то есть абсолютно любая зелень вот когда мы говорили про зеленую водичку эта водичка защелачивает то есть все что зеленая любая зеленая растительность обладает защелачивающим свойством и плюс подавляющее большинство овощей это и капуста и огурцы и помидоры и морковка и свекла репа вот это все продукты которые защелачивают а если вам нужно более точное более подробное описание продуктов то вы всегда найдете в интернете табличку продуктов которые закисляют и табличку продуктов которые защелачивают только все говорю всегда помните что есть кислые продукты которые защелачивают а есть щелочные продукты которые закисляют вот это тоже имейте ввиду и еще есть один нюанс который может помочь вам в построении своего баланса своего ph своего тела вот это такой момент что температура тоже влияет на щелочность то есть если вы возьмете одну и ту же водичку холодном виде у нее будет более кислая среда вот а если вы ее нагреете то она будет более щелочная среда вот такой нюанс тоже есть поэтому если вы хотите использовать больше защелачиваться вам нужно больше защелачиваться то тогда постарайтесь пить не холодную водичку а подогревать ее и пить ее немножко теплый соответственно вы этим тоже будете усиливать свой щелочной баланс вот как все просто устроено в нашем питании и вы всегда имеете возможность подбирая баланс закисляющих и защелачивающих продуктов сдвигать ph своего тела в ту или иную сторону благодарю вас всего доброго другие друзья я с радостью напоминаю вам что у нас в школе здоровья открылся клуб школы здоровья где мы буквально пошагово за ручку вместе все проходим решение всех проблем с ваших здоровья все просто все делаем за год мы пройдем решим разберем проработаем все ваши проблемы поэтому кто кто хочет подписаться на клуб школы здоровья пожалуйста переходите по этой ссылочке или по этой ссылочке и мы всегда вместе с вами все отработаем приходите будьте здоровы